Так, во-первых, мне нужно понять, хорошо ли все работает у нас. Для этого я прошу вас несколько простых действий. Во-первых, если у вас все хорошо и все в порядке работает, то пришлите мне, пожалуйста, что-нибудь в раздел «Questions». Заодно потренируемся, так сказать, с вами общаться в режиме вебинара. Для этого используется вот эта закладочка. Да, можно туда мне писать. Я буду периодически в процессе вебинара обращаться к этим вопросикам и вам отвечать. Что касается записи вебинара, она, как обычно, ведется. Она будет выложена на сайте, как всегда, в течение одного, двух, трех дней, как получится. Все зависит от скорости обработки видео. Так, сегодня у нас вебинар состоит из двух частей. Если вы видели программу, то, скорее всего, уже знаете. Сейчас мы вернемся к программе, еще раз посмотрим вместе. Значит, начинаю я, расскажу про мобильное приложение, про то, для чего это используется, как это примерно работает, что можно с этим сделать, несколько идей пообсуждаем. И во второй части Кирилл Островский расскажет про платежные инструменты для мобильной коммерции компании по онлайн тоже, думаю, будет очень интересно. Я рассчитываю, что мы с вами где-то уложимся в час на все про все. Ну, по крайней мере, очень надеюсь, что не больше часа займет. Ну, будет, естественно, зависит от вашей активности, от того, как много вопросов вы будете задавать, и, собственно говоря, как много мы будем с вами общаться. Итак, да, кстати, запись вебинара, чтобы ее потом не потерять, а найти, вот есть прямая ссылка на нашем сайте, на главной страничке есть вот такой блок, бесплатные вебинары, в котором вы всегда найдете анонсы вебинаров, и, соответственно, в анонсе будет также прикреплено видеозапись. Небольшой соцопрос для того, чтобы мне примерно представлять, с кем я имею дело, с кем я общаюсь, я прошу вас в вопросике написать кратко сферу вашей деятельности, чтобы примерно представлять о том, какой род бизнеса интересуется мобильными приложениями. Так. Ну что же, поговорим немножко вообще про мобильный рынок. Не буду говорить страшные вещи о том, что скоро телефонов и мобильных устройств станет больше, чем людей. Но суть в том, что без мобильных уже никуда, и поэтому присутствие бизнеса в мобильном устройстве у клиентов – это, пожалуй, одно из ключевых сейчас конкурентных преимуществ и отстроек от, грубо говоря, соперников по бизнесу. Это очень важное дело, которое необходимо начинать, так или иначе придумывать для своей компании какие-то решения, которые помогут вашим клиентам, вашим партнерам с вами взаимодействовать удобнее, быстрее, скажем так, на регулярной основе с помощью мобильного устройства. И неважно, это будет не очень удобный смартфон или очень удобный планшет, принципиально это значение не имеет. Вообще, то, что сейчас развиваются мобильные приложения, их, естественно, используют очень многие компании уже. Если вы не обращаете внимания на какие-то бизнес-приложения, которые сейчас популярны, попробуем немножко пофантазировать на тему того, какие вообще приложения сейчас разрабатываются. Некоторые из них я уже видел вживую, какие-то в прототипах. Ну, о них немножко поговорим, скорее, как о концептах, нежели чем о конкретных приложениях. Ну, вот смотрите, например, логистическая компания, которая занимается доставками, курьерской доставкой, ну, или неважно, курьерской, почтовой и так далее. Хочется спросить Почта России, где же ваше мобильное приложение? Так вот, мобильное приложение для клиента, логистической компании, которая может принимать заявку и, собственно, соответственно, сообщать о движениях груза. Показывать там вплоть на карте по датчикам GPS, размещенным на автомобилях или на поездах и так далее, где в реальном времени сейчас находится груз, который клиент отправил. Зачем это нужно? Ну, во-первых, человеку спокойнее, во-вторых, человеку удобнее, а в-третьих, мы все равно так или иначе, ну, логистическая компания так или иначе данные предоставляет. Только, ну, зайдите на ведущие сайты логистических компаний через мобильное устройство. Не везде это очень удобно сделано. Соответственно, мобильное приложение здесь кажется, в общем, вполне хорошим решением. А, например, для сотрудников, ну, мобильное приложение может быть, естественно, инструментом работы. Как сейчас происходит? Ну, вот, например, мы в компании Bittrex часто пользуемся услугами DHL, и курьеры DHL бегают с такими устройствами странными. Не знаю, наверное, из 90-х годов, хотя нет, наверное, все-таки по-современней. Так вот, устройство представляет себе такой мини-компьютер, в котором ведется просто учет грузов. То есть, по сути, там, на этом же устройстве я расписываюсь, там такой тачскрин со стилусом, на этом же устройстве делаются отметки, сканируются штрих-коды и так далее. В принципе, все это можно было бы сделать с обычного смартфона. То есть, не нужно покупать отдельные какие-то устройства, можно просто сотруднику выдать смартфон или поставить приложение на его любимый смартфон, с которым он там ходит каждый день. И, пожалуйста, вот полная замена довольно-таки дорогого оборудования. При этом все необходимые вещи, в общем, на обычном смартфоне могут быть реализованы. Если говорить в сторону каких-то сервисных компаний, то, опять же, инструментом работы может быть мобильное приложение запросто. Вот, например, обслуживание лифтов, как пример. Выдать мастерам, собственно говоря, недорогие смартфоны для того, чтобы они могли получать туда уведомления о новых заказах, понимать, куда надо доехать. Там же карта и, соответственно, маршруты. Соответственно, выполнить работу, там же ее отметить, сфотографировать, если нужно, задокументировать ситуацию, что было изменено, что было до и после ремонта и так далее. Ведь это гораздо удобнее. Сколько мы до сих пор встречаемся с ситуациями, когда мастера не знают, как добраться до места ремонта, просто потому что у них там нет элементарных Яндекс.Карт, которые сейчас, по-моему, на любом телефоне можно запустить. Для агентств недвижимости и различных риелторов так вообще, мне кажется, непаханное поле с точки зрения мобильных приложений, потому что тут можно, начиная от фиксирования, фотографирования объектов и размещения их сразу же в базе, прямо с мобильного приложения, заканчивая работой с CRM, то есть с хранением всех контактов внутри приложения, с которыми работает риелтор, при этом общей базой контактов, всего агентства, фиксирование всех действий и так далее, чтобы никто никогда ничего не забывал. Я вот буквально пару месяцев назад был занят поиском аренды квартиры и пришлось пообщаться, наверное, если не с сотней, то, по крайней мере, с десятками агентов и риелторов. Я хочу сказать, что это, конечно, ужас. Даже именитые агентства, к сожалению, совершенно не ведут никаких журналов, совершенно не представляют себе, кто с кем, о чем общался, забывают перезванивать и так далее. В общем, это кошмар. Хотя, казалось бы, от этого человеческого фактора и, в общем, автоматизации многих действий, в том числе через мобильное приложение, можно было бы здорово повысить уровень сервиса. Опять же, сервисные только в области уже муниципального обслуживания, ЖКХ, примерно та же история, как для граждан. Кстати, такие приложения есть в серии «Мой город», где можно сообщать о проблемах в органы местной власти, прикладывая фотографии, описывая и, собственно говоря, ожидая уведомлений о том, что проблема исправлена. Это, в общем, сейчас уже не новинка, но в целом для любых сервисных компаний такая штука проходит. Ну и совершенно фантастический концепт касательно доставки продуктов, питания. Мне кажется сейчас, что так или иначе люди будут оптимизироваться, ну и, по крайней мере, многие из них стараются оптимизировать свое время, и заказывать продукты пока еще не очень получается через интернет, хотя многие используют там «Мутконос» и прочие доставки, там у «Азбуки вкуса» есть хорошая сервисная доставка и так далее. Но вот использование мобильного приложения для таких случаев, мне кажется, тоже вполне удобным. То есть приложение может стоять у нескольких членов семьи, оно может синхронизироваться между друг с другом, то есть один из них просто создает заказ, он, собственно, попадает в магазин, он попадает к остальным членам семьи, которые могут по дороге с работы, по сути, заехать и забрать уже готовый заказ в выбранном месте, в том, в котором ему это удобно. Ну и для строительных магазинов. Понятно, что строители и профессионалы не очень любят именно по магазинам мотаться, потому что это на самом деле дорого. Гораздо выгоднее покупать это оптом, заказывать сразу все, что необходимо, и в магазин бежать только за экстренными какими-то случаями. И для этих ситуаций тоже мобильное приложение было бы удобным. там использование каталога, консультации прямо через мобильное приложение, форм заказа, оформление доставки и так далее. Кстати, на тему консультации было интересно, недавно видел интересный концепт мобильного приложения, по-моему, называется AdvoClick. Там можно, установив это приложение, бесплатно, по-моему, в течение какого-то времени получить консультацию адвоката или юриста в режиме голосовой консультации. Там, по-моему, 5 минут бесплатно или что-то в этом духе. То есть просто мобильное приложение до смартфона, открываешь, запускаешь и, в общем, получаешь консультацию юриста. Там очень сложная система рейтингов юристов и так далее. То есть довольно-таки интересный концепт, но это стартап, который, по-моему, мне в Казанском IT-парке показывает. В общем, интересная штука, и все так или иначе идут в сторону мобильных устройств. Поэтому сейчас у меня на слайде вот такая гордая птица-еж, которую, наверное, пока не пнешь, не полетит. И хочется сказать, что выживание на самом деле дело добровольное. Выпуск мобильного приложения и придумывание концепта того, как будет использоваться мобильное устройство в вашем бизнесе, то, что, на мой взгляд, необходимо делать. Поэтому старайтесь придумать это сегодня. Завтра уже может быть поздно, ну или, по крайней мере, вы окажетесь в конце очень быстро едущего состава. Так, ну так вот, собственно говоря, понятно, что многие задумываются о том, чтобы создать мобильное приложение, но тут есть ряд ограничивающих факторов. Таких как, например, вообще разработка довольно-таки дорогая. То есть там малый бизнес очень редко может себе позволить бюджет на эту разработку. Довольно мало, хотя рост очень большой разработчиков под платформы, мало действительно качественных разработчиков, кто готов обеспечить там полный цикл, начиная от дизайна, проектирования, прототипирования, заканчивая действительно качественной реализацией. Потом в случае с тем или иным B2B-сервисом, да и даже B2C-сервисом, нужна какая-то серверная часть, то есть где-то какая-то программная часть, которая будет взаимодействовать с приложением, делать обмен данными, осуществлять, обмен данными пользователей, авторизации и так далее. То есть много вопросов с этой точки зрения. А потом приложение развивать довольно сложно. То есть несмотря на то, что первоначальный бюджет можно, допустим, осилить, то потом еще развивать приложение тоже довольно-таки тяжело. То есть это тоже недешево. В общем, в любом случае, со всех сторон экономически получается довольно дорого. Мы со своей стороны поставили перед собой один раз довольно-таки амбициозную цель сделать так, чтобы вот эти все факторы постараться нивелировать. И раз уж мы имеем уже серверную часть, да, мы разработали там большую мощную платформу для разработки сайтов, которая является хорошим бэкэндом, хорошей серверной частью для сайтов, то, в общем-то, почему бы не сделать и платформу для мобильных приложений, интегрированную с этой платформой для сайтов. И, в общем-то, у нас кое-что получилось. Это весьма неплохая платформа вышла с хорошей маппи, которая позволяет, во-первых, довольно дешево создавать мобильные приложения, довольно быстро. При этом, несмотря на то, что мы используем некую комбинацию нативного интерфейса устройства мобильного с HTML, то есть с обычным веб-сайтом, мы, в общем, добились довольно-таки хорошей скорости и производительности работы. И при этом, естественно, конечно же, обеспечили некий сервис пуш-уведомлений, чтобы можно было в мобильные приложения эти уведомления отправлять. Ну, давайте посмотрим немножко, как это все работает. Итак, я сейчас подключу свой iPhone к, собственно говоря, его экран. И мы с вами немножко поглазеем на то, как это все выглядит. Для того, чтобы продемонстрировать работу стандартного мобильного приложения, которое как демонстрационное выпущено, мы, собственно говоря, выпустили специальное приложение, которое называется Bittrex eShop. Вот оно красненькое справа в верхнем углу. Вы можете его прямо по этому названию найти в App Store или в Google Play и установить себе на смартфон для того, чтобы попробовать с ним поработать, посмотреть, что это такое. Ну, давайте я сейчас запущу, мы с вами понемножку пройдемся. У нас приложение – это мобильный интернет-магазин, в общем-то, что вполне ожидаемо. Ну, и вот мы с вами видим, мы запустили приложение, мы видим, собственно говоря, некую страницу, которая является страницей интернет-магазина. У нас вот здесь вот есть меню в левой части, которая, опять же, является нативным элементом и представляет там навигацию по приложению. Здесь можно там выбрать, например, авторизацию, чтобы авторизоваться в приложении, для того, чтобы сайт, ну, грубо говоря, магазин знал, кто это, посмотреть там информацию, например, о магазине, загрузить там простой текстовую информацию, ну и так далее. Список заказов, которые нужны как клиенту интернет-магазина для работы с магазином и с заказом. Ну, давайте посмотрим немножко на каталог, на то, как это все выглядит, как происходит поиск и работа с приложением в данном случае с точки зрения пользователя, который его загрузил. Ну, вот мы с вами видим, собственно говоря, разделы каталога, мы можем выбрать какой-то из разделов и по нему побегать. Более того, естественно, есть поиск, строка поиска по этому каталогу, есть даже вот такой фильтр, в котором можно подобрать какие-то параметры заказа, ой, параметры товара, которые нужно найти, чтобы каталог офильтровался. Для демонстрации возможностей также мы использовали такую штуку, как, например, сканер штрих-кода, который позволяет там довольно быстро, вот так красиво получается, найти товар, например, по штрих-коду. Но это исключительно для демонстрации возможностей платформы, то, что можно использовать встроенные вещи, такие как камера, такие как, например, определение GPS-позиции, ну и так далее. Вот, пожалуйста, описание товара, где у нас есть характеристики, какое-то описание, можно выбрать, там, несколько положить в корзину, можно посмотреть большую картинку, если их несколько, то они, соответственно, будут листаться. Картинку можно рассмотреть подробно. Это уже, опять же, нативный просмотр изображений и позволяет, в общем, хорошо ознакомиться с товаром предлагаемым. Можем, собственно говоря, получить, положить товары в корзину, перейти в корзину. Вот у меня тут уже на 4 тысячи. Опять же, здесь есть стандартный функционал. Ой-ой, а что-то у меня с картинкой на экране. Она почему-то зависла. Так, сейчас, секундочку. Я попробую переподключить телефон для того, чтобы это заработало. Сейчас, один момент. Ага, вернуло все обратно. Итак, собственно говоря, это корзина, в которой есть все необходимые функции, там, просмотр товаров, редактирование, то есть, например, там их можно убрать, удалить какой-то заказ из корзины и так далее. И, опять же, функционал ввода купона для получения скидки, естественно, оформление заказа, то есть, с указанием всех данных, которые нужны по этому заказу. Естественно, система запомнит пользователя, то есть, второй и третий заказ уже, может, будет сделан из запомненного профиля для того, чтобы ускорить эту ситуацию. Информация по заказу и, соответственно, дополнительная информация, какой-то комментарий для того, чтобы заказ был оформлен. Вот, собственно говоря, так выглядит мобильное приложение стандартное, которое идет как бы уже готовое, которое можно использовать, например, для своего интернет-магазина и довольно быстро запустить приложение именно для интернет-торговли или какого-то другого направления похожего характера. Как вообще это все устроено? Давайте немножко посмотрим на вот такой слайд, который, собственно говоря, показывает, что есть наша платформа. Вот у нас есть серверная часть справа, которая отображена на слайде. Это, собственно говоря, сам Bittrex и модуль платформы Bittrex Mobile, который обеспечивает взаимодействие платформы самого приложения на телефоне с сайтом и, соответственно, обменом данных. В мобильном устройстве у нас специальная сборка, скажем так, PhoneGap. Ну, нельзя назвать это специальной сборкой, потому что это прям сильно доработанное, но сделанное на основе фреймворка PhoneGap приложение, которое работает с серверной частью. То есть идет там взаимодействие, получение данных с серверной части. При этом через специальные API, через JavaScript API можно использовать различные нативные функции телефона, такие как различные списки, такие, как я уже говорил, использование камеры, использование GPS-позиции и отображение всяких картинок, фотографий, слайдеров и так далее. То есть то, что может быть полезно и при использовании мобильного приложения, и при этом быть очень быстрым с точки зрения пользователя, то есть не простые там HTML и так далее. Можно посмотреть на то, как это работает, чуть детальней, как происходит взаимодействие. Вот смотрите, есть у нас такое специальное приложение для разработчиков, называется Bittrex Mobile, это уже с желтенькой иконочкой. И это приложение сейчас у меня подключено к моему интернет-магазину, который сделан на демо-версии, собственно говоря, 1S Bittrex. Вот он у меня тут есть. И сейчас, секундочку, вернусь к экрану. И мы с вами видим, что данный магазин, в общем-то, показывает то, что находится на сайте. При этом здесь, опять же, также доступен каталог и так далее. Доступно также меню. Ну, и в чем преимущество вообще технологии вот этой гибридной, в том, что очень быстро можно менять содержание приложения. То есть если я, например, открою вот это приложение в обычном браузере, мы с вами увидим как раз все то же самое, только уже в таком неком не очень приглядном виде, без дополнительных функций, как верхняя панель, например, вот эта вот, и там левого меню, естественно, не будет и так далее. То есть это те вещи, которые являются нативными и управляются через специальные файлы конфигурации. Например, внести какие-то изменения в, собственно, в контент приложения по сути не составляет никакой сложности, потому что достаточно просто... Я сейчас использую там банальный визуальный редактор Bittrex для того, чтобы там что-то добавить. То есть я могу... Ой-ой-ой, секундочку. Я могу взять и разместить какой-то дополнительный контент на странице. Это будет сразу же, собственно говоря, появится у меня на серверной части. Сейчас мы это увидим. И, естественно, сразу же появляется в мобильном приложении. То есть мобильное приложение отрабатывает это мгновенно. То есть все то, что вы делаете... То есть если у вас меняется, допустим, количество товара на складе, у вас меняется описание, меняется цена, мобильное приложение об этом узнает в тот же момент. Не нужно совершать какой-то перевыпуск приложения или еще какие-то действия с AppStore для того, чтобы обновился каталог или обновилось содержание, вплоть до переработки функционала, отображения и так далее. Добавление пунктов в меню и тому подобное. Ничего этого не потребуется, поскольку используется вот такая гибридная технология. При этом возможна работа и оффлайн. То есть в принципе приложение может запускаться без подключения к интернету и работать на просмотр без подключения к интернету. Для этого нужно специальным образом кэшировать данные. То есть они по умолчанию многие кэшируются. Какие-то разработчики могут кэшировать специальным образом для того, чтобы эти данные всегда хранились в приложении. В этом случае, по сути, приложению надо запуститься только один раз для того, чтобы закэшировать основные данные. И в следующие разы приложение будет запускаться очень быстро, даже не обращаясь, собственно говоря, к серверу, даже без подключения к интернету. Вот такая история с точки зрения управления мобильным приложением. То есть вы видите, что все происходит довольно-таки быстро и просто. И я хотел вам еще в заключении показать несколько примеров приложений, которые были выпущены на нашей платформе для того, чтобы где-то подкинуть вам идеи, где-то просто показать возможности того же, собственно, самой платформы. Потому что прекрасно понятно, что наше стандартное приложение магазина не очень хорошо отражает все возможности, которые доступны вам в платформе. Ну вот давайте посмотрим несколько примеров. У меня, видите, здесь огромное количество приложений. Все эти приложения сделаны на нашей платформе, выпущены в App Store. То есть я их просто скачал прямо из App Store. Можете там же их поискать и, в общем, с ними как-то поработать. Давайте несколько из них посмотрим. Пожалуй, вот посмотрим на вот это приложение Spar. Оно является неким справочником по аптекам и по оптичным ассортиментам. Здесь, видите, такая заставочка небольшая. Можно, например, в справочнике полазить по каким-то лекарственным препаратам. Вот видите, ну у них не очень все работает. У коллег, видимо, какая-то проблема с системой. То, что закэшировалось, то работает. То, что не закэшировалось, не работает. Видимо. Хотя нет, вот контакты работают. Все нормально. Так, давайте посмотрим, что еще можно посмотреть. Ну вот, например, магазин Водалос. Если не ошибаюсь, он вроде должен был быть работающим. Нет, видите, он уже почему-то не работает. Давно я его не запускал. Видимо, коллеги уже изменили местоположение. Само приложение не обновили. Но зато вот это хорошее приложение есть. Усадьба Jazz. Которая представляет себя чисто информационное приложение. Можно здесь выбрать город и посмотреть на, собственно говоря, описание фестиваля. Здесь есть различные функции. Типа, например, приобретение билетов. Ну, это уже закончившийся фестиваль. Но, однако, приложение вот такое забавное. Можно посмотреть на карте фестиваля, например. Которая доступна. Смотреть где что прямо в процессе, например, посещения фестиваля, чтобы сориентироваться где что. Там описание, как добраться и так далее. Очень простенькое информационное приложение. Но при этом, на мой взгляд, прекрасно оформленное. Очень стильно и красиво. Так, что еще интересного у меня тут есть. Вот, по-моему, вот этот магазинчик был неплохо сделан. Видите, приложение переспрашивает, нужно ли разрешить отправку пуш-уведомлений. Я отказываюсь, чтобы мне на всякий случай не слали ничего. Вот магазин почти стандартный, как вы видите. Просто сделано хорошее вступительное меню. Ну, а в остальном, в общем, все довольно-таки ожидаемо. Стандартно платформа используется. Так, что еще хорошего есть? А, вот прекрасные трактористы. Приложение, которое сделано. То есть интернет-магазин по продаже сельскохозяйственной техники. Мне очень интересно, насколько успешен этот интернет-магазин, особенно с точки зрения мобильный. Потому что, конечно, покупка сельскохозяйственной техники через iPhone у меня вызывает некий разрыв сознания. Но, однако, молодцы. Я считаю, что это очень правильно. Идут в ногу со временем и делают действительно удобные сервисы. Я считаю, что это шикарно. Есть вот такое приложение CarPrice. CarPrice, по-моему, оно уже довольно-таки известно. Которое позволяет определить стоимость своей машины. Здесь надо выбрать там марку, год. И, собственно говоря, получить информацию о том, сколько стоит машина. И, возможно, сразу же там разместить. Я, честно говоря, не знаю даже, что это за марку. Я сейчас выбрал. Первый раз такую вижу. Видите, здесь есть полный справочник модификаций. И, опять же, приложение не очень-то похоже на наше стандартное. Ой, вот оно сейчас начнет спрашивать у меня email-адрес. Нет, пожалуй, на этом моменте я закончу демонстрацию именно этого приложения. Так, что еще интересного? Вот еще один интернет-магазин кожных аксессуаров. Немножко из именного оформления. Видите, уже другая верхняя панель меню. По-другому представлены товары. Другое немножко оформление, что, в общем, не может не радовать, потому что кастомизация внешнего вида, безусловно, не очень сложная задача. И коллеги молодцы, что ее делают. Делают ее правильно. Видите, вот, опять же, слайдер приложений. Можно все внимательно рассмотреть, посмотреть все картинки и так далее. Ну и, пожалуй, на закуску еще из очень интересного. Я покажу вам вот это приложение, которое называется «Дизайн». И это каталог проектов «Дизайн-бюро», видимо. И вообще, ГК «Фундамент». Видите, честно говоря, даже не очень вдавался в подробности строительства приложения. Но оно меня действительно очень сильно впечатлило своей простотой. и в то же время замечательная функциональность. Ну, с точки зрения простого пользователя, да, мы видим различные проекты. Мы можем посмотреть фотографии проекта, полистать, смотреть, что это такое. И здесь здорово совершенно реализован виртуальный тур по собственному проекту. При этом виртуальный тур использует гироскоп смартфона. Соответственно, как видите, я сейчас... Ну, не очень видно, как я вращаю телефон. Но я сейчас вращаю телефон и могу, собственно говоря, разглядывать в режиме такого виртуального тура разработанный проект квартиры. Вот такая забавная технология, реализованная причем на базе нашего приложения. Причем это не очень сложная технология, то есть тут ничего такого нет удивительного. Вот такие вещи делают. В общем, ничего особенного сложного нет. И запуск, в общем, довольно быстрый. При этом, как это все происходит? Я уже говорил вам, что вся информация внутри обновляется автоматически. То есть для того, чтобы изменить что-то внутри приложения, не нужно его перевыпускать. Опять же напомню, что это экономически выгодно. Разработка требует знаний только HTML5 и JavaScript. То есть не языков программирования под мобильные смартфоны, таких как Visual C или Objective C. А, собственно, простого HTML5 и JavaScript, только те технологии, которые узнает любой веб-разработчик, в общем, и может уже основываясь на своих знаниях, построить хорошее мобильное приложение, имея компетенцию по разработке дизайна, имея компетенцию по верстке, имея компетенцию по программированию на битриксе, сделать действительно хорошее, качественное мобильное приложение. При этом мы сами все это выпускаем в Store, то есть вы обращаетесь к нам, предоставляете нам свои данные, само приложение, и мы его выпускаем в Store. При этом приложение выпускается одно сразу для двух платформ, то есть вам не нужно делать два приложения на разных языках, вы выпускаете его одно, и оно сразу на две платформы, на Apple и на Android выпускается сразу. Если вы решили, что хотите такое приложение, соответственно, как это происходит, разрабатывается мобильная часть на сайте, то есть вот так, как я вам показывал, ну, я очень примитивно показывал, конечно, в целом происходит разработка именно на сайте, после чего вы покупаете лицензию на мобильное приложение, она стоит 47 900, получаете лицензионный ключ и доступ, собственно говоря, к специальному разделу на нашем сайте, где заполняете необходимые данные для выпуска мобильного приложения. Туда входит адрес сайта, название, описание, всякие иконочки, экраны загрузки, ну, и прочие элементы, которые необходимы нам для сборки вашего приложения. Вы регистрируетесь в Google Play и, собственно, iOS DevCenter, регистрация там платная, обращаю ваше внимание, аккаунты должны быть ваши, соответственно, вы их сами оплачиваете. Ориентировочная стоимость iOS, по-моему, 99 долларов в год, а для Google Play, по-моему, 25. Ну, что-то в этом духе, я, точнее говоря, давно не смотрел на актуальные цены, обращаю ваше внимание, что, как бы, эта вещь тоже платная, вам надо будет за это оплатить непосредственно компанией Google и Apple. Ну, и после чего мы опубликуем ваше готовое решение. Собственно говоря, мы можем для некоторых случаев предоставить готовые там пакеты ресурсов и опубликовать, вы сами можете опубликовать свое приложение в Store. Это для Android совершенно доступно. Мы работаем над развитием этой платформы. Сейчас уже выпущена бета-версия конструктора мобильных приложений, которая позволяет довольно быстро и удобно настраивать внешний вид. Я сегодня вам его не показываю, он пока в режиме бета, и мы пока не готовы его демонстрировать полноценным функциональным, но в следующем вебинаре, я уверен, что мы его уже покажем довольно детально. Покажем, как с ним работать, какие возможности он имеет. Ну, и плюс мы работаем над автоматизацией сборки приложений, чтобы ускорить эту сборку. Над оффлайн-режимом мы его развиваем, и он будет действительно очень удобен и хорош, чтобы как можно меньше зависеть от подключения к интернету, от его скорости. Ну, и, конечно, добавляем возможности самого API для разработчиков использования мобильного приложения. Так, ну что же, давайте я поотвечаю на вопросы, и потом буду передавать слово Кириллу. Я смотрю, Кирилл уже отметился. Спасибо, Кирилл, я вас вижу, соответственно, переключу на вас в ближайшее время. О, видите, мне пишут, что у Почты России есть мобильное приложение. Прекрасно, а я не знал. Надо посмотреть. Здорово, что оно есть. Я только могу порадоваться с вами. Так, сколько стоит лицензии? Я уже сказал, 47 900. Так, можно пару вопросов? Конечно, можно. Так, вопрос про смену ориентации и определение координат GPS. Если в планах обновления документации там эти вопросы не раскрыты. Так, знаете, для того, чтобы отвечать на такие технические вопросы, наверное, нужно пообщаться с нашими разработчиками, которые представляют отдел мобильной разработки. Это можно сделать. Единственное, что я сейчас попробую вам соорудить. А, это лучше сделать через техническую поддержку. Да, вижу подсказку. Лучше сделать через техническую поддержку. Там коллеги ответят на ваши вопросы довольно детально. Так. В планах обновления документации, конечно, есть. И там, безусловно, все будет. Просто, видимо, мало вопросов на эту тему задают. Задать вопрос через техподдержку, я уверен, что коллеги сделают. Есть ли какая-нибудь демка, мобильное предложение для разработчиков? Ну, я, собственно, ее сейчас и показывал, и ту, и другую. Если речь идет о демонстрации всех-всех-всех возможностей мобильного приложения, то да, над ним тоже сейчас идет работа. И скоро будет выпущено полноценное... Неполноценное приложение, набор демо-фишек, которые можно использовать в приложении. Офлайн-режим в пользовательских приложениях поддерживается или не поддерживается? Поддерживается, просто у него есть определенные ограничения. Сейчас есть возможность использовать базу данных внутри устройства SQLite и, собственно, application cache, HTML5 application cache. Об этом, обо всем в блоге для разработчиков довольно подробно написано. Поэтому посмотрите, там есть хорошие статьи про то, как это использовать. И, в целом, офлайн там получается весьма неплохой. Так, версию 3.0 когда ждать? Не готов вам сказать, потому что нет у меня этих сроков. Спросите меня, вот, например, на почту, я попробую разработчику уточнить. Или там через Network попробую уточнить вам конкретные сроки. Пока не знаю. Знаю, что сейчас там уже в бете многое выпущено, что-то в Альфе. Потихоньку ребята выпускают. Так, а есть ли возможность разработать демо-приложение, не покупая лицензию за 48 тысяч рублей? Да, обратитесь в партнерский раздел за NFR лицензии для разработчиков. Для наших партнеров мы можем предоставить такие вещи. Так, я смотрю, вопросы потихоньку заканчиваются. Давайте так, я сейчас передам слово Кириллу, и он начнет свой доклад. А если у вас есть вопросы по моему, то, соответственно, вы можете задать их, продолжить задавать их в вопросике. Я никуда с вебинара не ухожу, могу отвечать уже в письменном виде. Так, Кирилл, покажите, пожалуйста, что-нибудь доброе. Да, я здесь, Сергей, доброе. Отлично, доброе. Тогда я переключаю экран на вас и, собственно говоря, вперед. Да, договорились. Отлично. Так, секунду. Вот. Так, хотел бы приветствовать всех участников, благодарить Сергея, для вас, чтобы я оставил возможность поучаствовать в вебинаре. Я представляю компанию по онлайн, мы занимаемся интернет-квайрингом, и, соответственно, тема моего доклада будет о интернет-платежах и об инструментах для конкретно мобильных приложений. Но перед тем, как перейти непосредственно к рассмотрению самих инструментов, которые на данный момент существуют, и новых сервисов, которые сейчас появляются, используют эти инструменты, хотелось бы подойти к истории вопроса с точки зрения статистики. Вот. И рассмотреть следующий момент. Последнее время мы наблюдаем, что аудитория интернета не растет. Отчетливо видно. На графике данные, представленные фондом общественного мнения, и если раньше, смотря на эту графику, мы понимаем, что если раньше мы могли надеяться на экстенсивный рост продаж в интернете, то сейчас экстенсивный рост просто невозможен, так как новая аудитория просто не прибывает. И единственная возможность к росту в данный момент, это рост экстенсивный, то есть, скажем, качественный. Это другая работа с конверсией, это в целом другая работа с аудиторией, и с сервисами, которые она получает, как, скажем, в предприятии, которые предоставляют только сервис, так и это касается интернет-магазина, который предоставляет не только, по сути, сам товар, он предоставляет возможность доставки, информированности об этом товаре и так далее. При этом за прошедший год мы видим, что рынок электронной коммерции растет, но этот рост, скажем, обманчивый, потому что мы видим, если смотреть только продажи с мобильных устройств потребления, мы видим, что рост многократен по отношению к нему, по отношению к предыдущему году. Но этот рост, скажем, обманчив, изучив, скажем, другие факторы, не только общий размер рынка, но и, скажем, его состояние, мы можем сделать вывод, что этот рост условлен курсом доллара, потому что, если вспомнить, то в прошлом году доллар стоил 31 рубль, а в этом году он когда-то стоил 35. Что будет в конце года мы не знаем, но мы понимаем, что часть электроники, ну, не часть электроники, вся электроника продается, покупается за евро, продается за рубли, и мы будем в любом случае иметь как рост среднего чека, так и рост в целом рынка. Но этот рост с точки зрения предприятия будет фиктивным. И понятно, что мы будем получать позитивные цифры по рынку, но не будем получать, по сути, прибыли. И это очень важно. Это опять возвращает нас к вопросу, как увеличить продажи, потому что на самом деле запасы рынка есть. И, как мы знаем, в последнее время агрессивно рекламируется иностранное предприятие, которое позволяет повышать конверсию в магазинах, что 68% корзин просто бросаются покупателям. И, по сути, это место для улучшения, где интернет-магазины могут работать над собой и улучшаться. Так, собственно, последнее исследование Google показывает нам, где мы можем улучшаться. Как показывает поисковый гигант, 98% пользователей начинают поиск на одном устройстве, а заканчивают его на другом. Что это значит? Что человек берет в руки телефон, начинает искать какой-то товар, ему неудобно работать с сайтом, он, соответственно, бросает телефон в какой-то момент и идет к компьютеру. Или наоборот. Или берет в руки планшет и переходит к компьютеру или к телефону. Это очень важный момент, который говорит нам о том, что необходимо предусматривать не только работу с мобильным приложением, но и понимание того, что человек может прийти из одного устройства, например, с компьютера, а продолжить использование уже на телефоне. Это значит, что надо подумать о личном кабинете, где бы сохранился его заказ, что если он перейдет с мобильного устройства, ему не нужно было заново набирать товар. Потому что, как показывает тоже исследование Google, что 65% пользователей, которые перешли с одного устройства на другое, ищут тот же товар с помощью поиска и напрямую практически не переходят. То есть, скажем, использование мобильного приложения в таком случае может решить эту проблему и позволить человеку не использовать поиск, а сразу перейти в приложение магазина на телефоне и найти нужный ему товар. Или даже вообще не искать, а просто оформить платеж в один клип. Почему я говорю именно в таком порядке? Потому что 65% пользователей начинают свой поиск... Так, простите, у меня завис экран. Одну секунду. Ой-ой-ой. Да, возвращаемся. В большинстве случаев пользователи начинают использовать товар с телефона, например, и заканчивают его на ПК. Или заканчивают его на планшете, что, в общем, не очень важно. Потому что если вы предусмотрите возможность продолжить использовать ваш сервис, начиная от телефона и заканчивая компьютер или с компьютера на телефон, то тем самым вы существенно можете повысить конверсию. При этом телефон в данный момент является, скажем, основной точкой входа. Потому что он всегда под рукой и исследование говорит о том, что с телефонов и с планшетов чаще всего начинают искать товар. Так как с ПК-устройств начинают минимальное количество пользователей. И что немаловажно, чем полезен для интернет-магазина телефон, это то, что с телефона 81% покупок они спонтанные. 81% покупок с телефона они спонтанные. И это очень важно. Что если вы предоставите удобный сервис по подбору этого товара, его поиску и оплате, то шанс, что уровень конверсии станет значительно выше, очень большой. Когда с компьютера, несмотря на то, что с компьютера удобно совершать покупки, удобно искать товары, только 58% пользователей совершают спонтанную покупку. и как я уже говорил, что важно это удобный здесь важно не только удобный поиск и возможность работать на нескольких устройствах, продолжая свою работу, где закончив в одном месте продолжив на устройстве в том же месте на другом устройстве. Очень важно еще и мобильные платежи, которые вы встроите в мобильное устройство. Мы понимаем сейчас, что мобильное устройство может стать одним из основных каналов повышения конверсии и соответственно увеличения прибыли. Надо понимать, что если мы говорим о небольшом предприятии или стартапе, то доверие к бренду с точки зрения плательщика оно небольшое. То есть скажем тот же Sony или Microsoft могут позволить себе держать свой процессинговый центр доверия к бренду, несмотря на различные информационные поводы в СМИ достаточно большой, и пользователи платят у них. Но ввиду того, что на рынке существует множество мошенников, которые обманным путем выманивают данные карты, к новым, молодым, неизвестным брендам, если они будут строить свою систему оплат, может существовать достаточно большой уровень недоверия, что в свою очередь приведет к снижению конверсии. Для таких компаний очень полезна является работа с известными в узких областях оплаты товаров или услуг компаний, например, банков или компаний интернет-эквайеров, которые позволяют построить достаточно быстрый и удобный способ оплаты, при этом с точки зрения самого предприятия способ не будет затратным ни по времени, ни по ресурсам, а самое главное позволит нивелировать обязанные отношения пользователя, которые вы сейчас видите на экране. Видно, большинство пользователей либо не уверены в безопасности, что приводит ко второму факту, считая, что проще заплатить наличными, либо вообще никогда не задумываются, потому что существующие способы оплаты в данный момент на мобильных устройств не дают возможности этому каналу расшириться и получить достаточное освещение. Наша компания для решения этих проблем, так как мы достаточно давно занимаемся в том числе и мобильным интернет квайрингом, разработали специальный СДК. СДК решает основной набор задач для небольшого предприятия. Это возможность быстрого старта, это простое внедрение, так как понятно, что если мобильное приложение, то стартап или предприятие есть безусловно набор разработчиков, но понятно, что так как стартапу надо делать ресурсов нет, времени нет, поэтому он решает две основных задачи, быстрое и простое внедрение, что в свою очередь приводит к снижению на разработку расходов. А самое главное, что построить канал между приложением, сервером и банком, это не самое главное, у вас все равно остается, самое важное для вас, это покупатели, которых необходимо обслуживать, даже если вы сделали удобный способ оплаты в мобильном телефоне, у людей возникают вопросы, что с моим товаром, оплата прошла или не прошла, что с моим платежом, вопросов возникает много, и если вы строите свою систему, то вам придется в таком случае поддержку держателей карты плательщика организовывать самостоятельно, в случае работы с компанией, представляющей интернет-эквайл, это не нужно, так как компании предлагают свои колл-центры, в частности, в нашей компании работает круглосуточный колл-центр, который обслуживает кардхолдеров и позволяет предприятию сфокусироваться на важных для него задачах, это продажа товара, это продвижение товара, это улучшение каналов связи с покупателем, но при этом не заставляет углубляться, в частности, в которых предприятие может не иметь компетенции, например, банковские карты и платежи. Что является сейчас основным драйвером развития мобильных приложений и платформ, это возможность персонализации, вы всегда можете создать сервис, который действует в контексте с пользователем, я прохожу по улице торгового центра, мне падает сообщение, что здесь есть на самом деле пункт забора товара, интернет-магазина, в котором я недооформил корзину, потому что у меня есть это приложение, на вид, где я находится, она мне об этом сообщает. И я понимаю, что это недалеко от дома, наверное, я все же закажу. И как минимум я просто вспоминаю эту возможность напомнить покупателю о своем существовании. Более того, если мы говорим о среднего размера предприятия, мобильное приложение в целом очень сильно экономит ресурсы. То есть если посмотреть в сторону той же Никитории, в которой вы можете сделать заказ, вы закажете какой-то обед и потом не знаете, что с ним происходит. В случае с Никитории вы увидите, что вам его готовят, его собрали, его везут, он доставлен. То же самое и с любым другим интернет-магазином вы можете встроить туда оповещение пользователя и он всегда будет в курсе, что происходит с его товаром. Опять же, нагрузки на ваш колл-центр обслуживающие вопросы покупателей о доставке товара снижаются и это экономит вам ресурсово, позволяет вам удержать либо аутсорсинговый колл-центр небольшого размера и снизить него расходы, соответственно, повысить вашу маржинальность. Более того, геолокация или возможность непосредственной связи с покупателем из приложения, его возможность связи с вами прямой, дарит вам новые возможности в использовании приложений. Также у вас появляется возможность монетизировать ранее недоступные для вас сервисы. То есть, например, если мы говорим о новых веяниях на этом рынке, это P2P-переводы. Переводы с карты на карту, которые позволяют одному физическому лицу, передать деньги другому физическому лицу. Это открывает поле для большого количества новых сервисов. Например, если раньше вы могли создать какой-то удобный сервис, например, разделение чека или возможность дать в долг другому человеку, вы все равно не могли на этом заработать, потому что этим всем управлял банк. сейчас в рамках этого сервиса у вас появляется возможность получать процент с перевода, то есть не мешать люди поступать в прямые взаимодействия друг с другом, построив площадку, но при этом на этом зарабатывать. Понятно, что в любом приложении вы всегда можете привязать карту, позволить человеку привязать карту и организовать платеж в один клик, что еще больше повысит конверсию. Человек зашел, выбрал товар, он уже у вас покупал, и это как раз возвращает нас к эмоциональным покупкам. Человек подумал, о, наверное, я это куплю, и вот он нажимает купить, если карта уже привязана, он не попадает на страницу, где ему нужно ввести данные банковской карты, в это время он думает, есть ли у него достаточное количество денег, готов ли он приобретать данный товар. Он просто нажимает купить, оплата происходит, и вы получаете товар. И шанс, что человек позвонил и скажет, нет, я передумал покупать, он достаточно небольшой, специалистически он очень небольшой. Людей, которые отказываются после приобретения от товара в таком случае. Вот, вот сервис, о котором я немного говорил ранее, например, в рамках новых инструментов, это вот разделение чека. Существует сервис, он работает с нами, и алгоритм, у него действительно очень простой, вы увидите, человек фотографирует, чек выбирает людей из записной книжки, с которыми у него там был ужин, обед, или какое-то культурное мероприятие, и, соответственно, выделяет кто что съел, и отправляет, человеку приходит в ответ сообщение, что ему прислал его приятель чек на оплату, там указана сумма, там указано, кто это прислал, в целом, может просто пользователь переходит. Вот из ссылки заполняет данные банковской карты, или если банковская карта уже привязана, сразу происходит оплата. В результате, тот, кто один платил за чек, наконец, получает от своих друзей, коллег, деньги назад. Очень удобный сервис. Вот, возвращаясь к P2P-переводу, как к новому видению, он открыл не только возможность для таких социальных сервисов, что на самом деле очень широкое поле для деятельности, но и для возможности работы торговым площадкам, такими, например, как, скажем, Авито, или Молоток, или тот же eBay, или, скажем, ярмарка мастеров. То есть, подобные площадки могут использовать данный функционал для прямого взаиморасчета между покупателем и продавцом, потому что зачастую продавец может оказываться неюридическим лицом, и у него могут быть сложности с приемом безналичных расчетов, и так далее. А также появился отдельный пласт сервиса микрокредитования, где одно физическое лицо, один человек, пользователь, может дать в кредит другому человеку. Это тоже очень большой широкий рынок, он растет, и P2P-переводы в нем активно используются. Ну и, конечно, сейчас популярный и уже, наверное, уже на исходе тренда, находясь, это краудфандинг. который позволит точно так же, как и торговыми площадками, производить переводы от одного физика к другому физику, для финансирования проектов, строительства моста, неважно. В общем, это все, что я хотел рассказать сегодня о новых платежных инструментах, но хотелось бы резюмировать, что мы имеем сейчас. Сейчас популярность, все более, большую популярность будут набирать именно мобильные приложения и мобильные каналы продажи. для них в последнее время разрабатываются, как мы видим, разрабатываются и многими CMS готовые решения, в том числе один из Bittrex, одни из первых, представили доступное для небольшого и среднего бизнеса решение, которым может пользоваться каждый. Также и прочие игроки этого рынка, как сервис-провайдеры платежные, предоставляют тоже свои решения как платежные с ДК, которые позволяют быстро и просто интегрировать платежные решения в любое мобильное приложение. Так, и, наверное, на этом я закончу. Спасибо большое, Кирилл. Пожалуйста, если у вас есть вопросы, вы можете сейчас их задать мне или Кириллу, и, собственно говоря, на этом мы будем заканчивать. Спасибо большое, было очень интересно, правда, я, честно говоря, многую статистику не знал, очень забавно, хорошо представлено. Спасибо за это большое. субтитры. Сергей, я первый раз вижу это приложение, поэтому мне сложно сказать, есть ли тут новые вопросы. Нет, пока вопросов нет, я поэтому удерживаю паузу, надеюсь, что наши слушатели просто набирают. для того, чтобы найти вопросы, они справа в questions. Да, я вижу. Да, вопросы я вижу, просто я не уверен, что они новые, но я вижу, что они уже не новые. Нет, новые там нет, его можно нажать, вот этот вот значечек справа на questions, тогда он открепится, окошко от основного в основной панели, будет видно, все можно растянуть, увеличить. Да, я вижу. Вопросов на самом деле пока нет, тогда я предлагаю на этом заканчивать, контакты мы все предоставили, саму запись вебинар выложим, там-то можно будет контакты вспомнить, если что, и, соответственно, нас спросить в любое удобное время, в любой удобной форме. Поэтому спасибо всем за внимание, Акил, спасибо.